Как это в песне поётся? Живой воды попить у журавля Так вот придёшь утром рано за водичкой зачистой на колодец, а там сова плавает Дни свои скончавшие, причём она уж тут, по-моему, не первый день плавает Здоровенная сова, кстати Как вот она туда попала? Вот как? Траекторию полёта не рассчитала как-то? Вот что она там могла увидеть? Лягушку какую-то или рыбку? Ну как вот, ну? Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Не, ну как вот это, ну? Ё-моё, вот вообще! Ну как это, а? Вот такая птица, вот она, ведь она приспособлена вообще для жизни во всех условиях Вот мы сейчас с батюшкой ехали И он меня там вёз из Вяза Там служба была в Вязу, я утром на велосипеде туда припёрся И вот такое бездорожье, дождь льёт И вот он меня подвозил И там, в общем, по дороге речь зашла как раз о том, что Зачастую мы, люди, гибнем возле своего дома Вот мы только что об этом говорили Здесь я вспоминал утопленников Вот вокруг нас столько утопленников, что мама не горюй Причём по два человека тонули вот здесь на озере, вот прямо под берегом Вот все, практически все соседи вокруг меня Трое соседей А потом мы ещё два случая вспомнили Там ещё по нескольку человек И вот люди тонули вот здесь, прямо рядом Рядом с монастырьком, на коемах На озере, которое они прекрасно знают То есть нельзя расслабляться Даже рядом со своим, тем более рядом со своим домом Я просто вспоминал, вот несколько дней назад я под Шерстиново Там по дубам лазил кверх ногами на большой высоте И там, ну, переломался бы, если бы упал Потом вот Акафис там читал, слава богу, за всё И вот когда по джунглям ходишь Или где-то по горам ходишь Ты сосредоточен, ты вот находишься в напряжении Поэтому, кстати говоря, и очень многие монтажники Которые на высоте работают Они не одевают страховки Потому что они постоянно должны быть вот в напряжении Ты должен ожидать удара как бы Не должен быть расслабленным абсолютно Вот я подхожу когда к квартире своей Я вот так в полоборота смотрю назад Ну потому что, а откуда я знаю А там сзади кто-нибудь подойдёт, по башке даст То есть, понимаете, вот такая ситуация Вот, а вот эта сова, вот она аж тут жила Это её родные угодья Она вот тут летала, вон деревья какие-то Гнездо у неё тут Вот как она сюда угодила, в этот колодец, а? Я думаю, надо из неё, наверное, сделать скелет, наверное Или чучело её в муравейник положить Смотрите, какая Ай-яй-яй А жалко, вот божье создание ведь Божье создание, вон она приспособлена Мне такие, вот такими когтями Мне совы чуть глаз не выбили Я чудом остался с глазом под Омском Вот две совы, вот такие вот совы Они били меня беспрестанно Я залез тогда на гнездо И с орнитологами приехали мы И я спускал птенца Так вот дерево, берёза, она же тоненькая совершенно И там спрятаться некуда И более того, тебе надо за верёвку за эту держаться Суков там нет И ещё с этим птенцом птенца надо ещё брать А он уже в тебя впивается когтями И фотоаппарат ещё надо снимать как-то У меня ж не восемь ног, как у паука И естественно, что И плюс ещё отцов отбиваешься Вот такая штука, вот такими когтями бьёт тебя в глаза Ой, смотрите, какие когти Вот я попробовал сейчас Представляете, вот она вот такими когтями Меня в глаз ударила по Домскому А у меня кепка была И она промазала, и бровь просто резанула А я сижу на дереве, там чувствую, кровь пошла у меня по глазу И думаю, ё-моё, вот жив глаз или не жив, а? Ну, вот такие мы маньяки Вот по жизни все, да? Вот что это такое? Вот что это такое, а? Долеталось называется Слушайте, ну какие у неё когтищи-то Посмотрите, какие когтищи Мне потом в Балтийском фонде природы Сагитов, не Сагитов, а Резвый Сергей Павлович Резвый, орнитолог из Бенеи СПБГУ рассказал Он говорит, орнитолог такой один был Тоже птиц снимал на гнездах Ему глаз вынули совы Просто вынули глаз То есть вот такими когтями Они глазное яблоко вынули у него и всё А он настолько был маньяком Что перебинтовался И на следующий день опять без глаза уже на это дерево полез Ну, надо же было доснимать сову-то С птенцами То есть пути Господни неисповедимы Вот о чём я хочу сказать на примере этой совы Но надо, надо быть всегда Вот всегда надо быть на стороже Понимаете? Ну, не уберечься от всего Конечно, действительно неисповедимы Но с Божьей помощью Вот совы, они не причащаются, не исповедуются Вот понимаете, это их проблема большая А мы Божьи люди Поэтому мы на Царствие Небесное надеемся Да, сова? Вот сова, она у неё нету Царствия Небесного Но она летала здесь зато Видела это озеро с высоты птичьего полёта Вот понимаете, как получается в жизни Вот, а мы, может быть, и в Царствие Небесное Сподобимся отправиться Моё, чё вот с ней делать, а? В муравейник положить её, будет скелет Ай-яй-яй Вон, смотри, как плавала в колодце у нас Попала в колодец ночью А вот как-то она попала туда, наверное, за лягушкой, я думал Смотри, какие когти у неё Когти какие Недаром она как схватит Вот, представляешь, глаза выбирает такими когтями О, они же острые какие Смотри, какие Она как схватит, всё Всё Она же не выпускает Представляешь, она может зайца схватить Ну, такая не унесёт зайца, конечно, она по весу Ну, как бы, теоретически Она его заклюёт Ну, может, да, да, да Ну, здоровый И клюв это, вот это Эти неясы, это вот они Самые, блин, страшные Они так били меня, две совы Вот такие Они бесшумно подлетают Я на гнездо залез И они как начали с двух сторон И одна как резанул Она в глаз мне как ударила Я удар пропустил А я так локтём защищался Они бесшумно же подлетают И она ударила И бровь резанула У меня кровь потекла По глазу Думаю, блин, жив глаз или нет У меня козырёк был у кепки И это спасло Ё-моё, вот страшно Правда, вот реально Ну, такие когтищи Ты представляешь Плавает в колодце за водой Пошёл Думаю, ну как это А в каком колодце? Вон у нас Наш колодец этот Мне уже ордынец говорит Из бочки набирай у меня воду дождевую Я набрал у него из бочки Ну, там же, знаешь, такие чудища Я думала, у неё глаз-то круглый А у неё как? А, вот он открыт когда? Вот он вот такой Круглый, круглый, да, да Ну, это и то ещё Она как смотрит одним глазом Сейчас на нас, смотри С того света Это самое Это вот у Филина Вот у него глаза, да А Филин это, конечно, птица Вот только сегодня мы ехали с батюшкой Светлого проезжали сейчас Но я туда на велике приехал в Вяз Там служба была оттуда Уже он меня подхватил В велосипед привязали И я вот вспоминал Я говорю, вот там филины Гнездятся вокруг Светлого где-то говорили Но я говорю, никогда в жизни филина не видел Вот только сейчас Филина редкая сейчас Очень редкая, очень-очень На земле же гнездятся Вот И там она, конечно, птица такая Я помню Вот, это я его слушал Про филины Слушай, ну они такие громадные Я в Омске В Крывеческом музее Видел Вот там, по-моему, филин есть И бородатая неясыть Бородатый я лазил на гнездо Филина я вот не видел Ну, там птица вообще Она там Рост там С половиной у нас, наверное Это вообще там Блин, реально такая Нападет Это страшно Вот Такая-то вон И то прилетит Смотри, что это такая Красота Я обожаю сову Обожаю И полярную сову Тоже, как посмотри Красивая какая Ой Да Она вот зайца может поймать Ты же их не Не любишь же их зайцев Слушай, я сейчас ходил на колодец Думал, у тебя приключения А там жирная лягушка прорывает О, Господи Да, вот мне сейчас пришлось Вычерпываю всю воду Её не поймать Она лезет туда под кольцо вниз Ай-яй-яй В итоге я всю воду почти вычерпал Лягушку поймал Так её палкой ведло Ага Без воды уехал Ай-яй-яй-яй Хоть и колодец Зато прочистил Сколько утопленников Слушай, кошмар Сколько утопленников у нас Я говорю Нет, она ещё живая была А-а-а В итоге я сейчас на озеро ходил И там взял воды Думал, хоть что-то Ужас Ну, а что делать Не видел ночью никогда Ты по ночам же работаешь Они тут летают Наверное, такие Вон, когтищи какие Смотри, какие здоровущие Такая Ух Схватит И всё Когти-то какие Да Я и говорю Надо же Такая утопилась Да И не говори Слушай, а интересно У неё ушки есть Это я вот смотрел Недавно Нет, это ушастая Есть сова Ушастая Сова Это не ясать Это у ушастой Совы ушки есть У этой У этой они есть Ну понятно И что ты с ней будешь делать Не знаю Пока ещё не знаю Да, уж так, конечно Какое чучело бы хорошо Да А её на зиму оставить Где-нибудь И всё Будет чучело У меня же так Кошка сдохла Там в бане И она там лежала У меня несколько лет Потому что я же туда не ходил Я вот там Потом посмотрел А там уже чучело Там вместо этой кошки Ну там скелет остался И шерсть одна только Так что нас тоже можно оставить Из нас тоже можно В принципе чучело Так сделать Наверное Вот как мумии делали же Помнишь Фараоны Смотрите Продолжение следует...